Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтения Слова Божия. Мы продолжаем с вами исследование послания апостола Павла Кефесиным на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим пятую главу. Итак, подражайте Богу, как чадо возлюбленное. И живите любви, как и Христос возлюбил вас, и предал себя за нас. В приношении и жертву Богу благоухание приятное. Апостол Павел призывает Ефесскую церковь, после некоторых наставлений, которые мы видели в четырех предыдущих главах, призывает «Подражать Богу». С таким призывом апостол Павел обращается неоднократно. Так он, например, говорил Коринфской церкви. «Подражайте мне, как я Христу». И теперь говорит «Подражайте Богу». Во всем этом есть мудрость Божия. Апостол говорит, что человеку, конечно же, и сам он говорит о себе, «Что и я подражаю Христу и Богу». Но здесь есть и мудрость, о которой мы с вами говорили и ранее. Мудрость в том, что Бог человека спасает и через человека. Что это значит? Блаженный Ироним Стридонский так и пишет, что, видя человека Божия, который подражает Богу, мы более будем к тому восприимчивы, нежели подражать Богу, которого мы не видим. То есть, что хочет сказать здесь блаженный Ироним Стридонский? То, что, видя в подвижниках благочестия, в апостолах, мы действительно можем в некой мере понимать, какому Богу они служат и в какого Бога они верят. Поэтому, так он и пишет, «Подражайте Богу, как чадо возлюбленные», и дает наставление в втором стихе, «Живите любви, как Христос возлюбил вас и предал себя за нас». То есть, теперь он говорит о любви именно жертвенной. О любви жертвенной. И Дарий говорит, «Облут и всякая нечистота, любостяжания не должны даже именоваться у вас, как прилично святым». Дарий переходит теперь к тому, что же такое святость и как необходимо подражать. То есть, какие качества должны проявляться у человека в подражании Богу, на что в первую очередь он должен обратить внимание и что отвергнуть. «Блут», — говорит, «всякая нечистота, любостяжания не должны, — говорит, не то чтобы у вас быть, а даже не должны и именоваться». То есть, даже не должно об этом и рассуждать, потому что тот, кто любит Бога, жертвенную любовью, эти мысли у него даже и не должны были бы возникать. А если и возникают, то для человека есть определенные средства для борьбы с ними, о которых апостол Павел скажет и позже. Сейчас он призывает. Смотрите, как удивительное наставление, мудры его. Действительно, Слово Божие, оно дает полное понимание того, как поступать. Сначала он говорит «любите Бога», потом он объясняет, что такое любовь Божия. Она есть любовь жертвенная, указывает на Христа, как и Христос излюбил нас. А теперь говорит о том, с чего начать. «Блуд, любостяжание не должны даже именоваться». И далее продолжает. «Также сквернословие, пустословие, смехотворство неприличны вам, а напротив – благодарение». Очень важное слово здесь говорит апостол – сквернословие. Пожалуй, это такой бич не только, наверное, сегодняшнего времени, но и многих времен, когда искажает Слово Божие, когда люди оскверняют Слово. Само Слово, само это словосочетание, сквернословие, оно говорит о том, что мы как бы хулим Христа. Почему? Потому что Христос в Священном Писании назван Словом. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Поэтому всякое сквернословие, оно вредит человеку, в первую очередь. Как, впрочем, и всякий грех. Поэтому апостол Павел и предупреждает сквернословие, и далее еще говорит и пустословие. А что такое пустословие? Пустословие — это то Слово, которое не назидает. Потому как сказано в Священном Писании, говорит ли кто, говори, как Слово Божие. А Слово Божие назидает? Да. Почему? А потому что Слово Божие — это семя, которое способно взрастить, прорасти в человеческой душе, и взрастить в нем добродетели. Добре дела. А пустословие, ну, если семя пустое, оно не способно возрастить ничего. Но некоторые скажут, а как же сказано, что приходит враг рода человеческого и насаждает свои плевел, то есть сорняки? Да. Сорняки и пустоцвет. Вы знаете, есть такое понятие. То есть люди посадили, кто занимается огородами, какие-то семена, а ничего не выросло. И люди так говорят, это был пустосвет. А почему такой пустосвет? А потому что он не оплодотворен. Чем? Словом Божиим. Поэтому всякая пустота, а что такое пустота? Это отсутствие Бога. Что такое тьма? Отсутствие света. Что такое пустота? Отсутствие Бога. Поэтому ад — это сущая пустота. Кто такой дьявол? По сути, пустота. Потому что без Бога он не может делать ничего. Поэтому апостол здесь так продолжает далее наставление. И вы знаете, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Где слова звучат уже более строго? Эти слова не просто о нравственном состоянии человеческой личности, о его моральном кодексе, если хотите. Здесь апостол предупреждает, что такой человек он не может наследовать Царствие Божие. Кто же? Блудник, пустослов, сквернослов. Мы даже об этом иногда не задумываемся. А почему мы об этом иногда и не задумываемся? А тут все просто. Потому что мы иногда христианство, православие сопрягаем с этическими нормами и нравственными правилами. Православие — это этические нормы и нравственные правила, да, но не только. И это не главное. Это как некий плод христианской, человеческой, добродетельной жизни, плод веры, плод любви к Богу. Хотя и сама любовь уже является неким плодом. Но это наивысшее проявление жертвенной любви. Поэтому так и сказано, что эти люди сквернословы, блудники, нечистые или любостяжатели. И смотрите, апостол Павел здесь усиливает, он повторяет опять этот же грех, любостяжание, но усиливает его понятие, его смысла. Он говорит, любостяжатель — все равно, что идолопоклонник. А кто такой любостяжатель? Ну, это человек, который думает о том, только как ему заработать не ради того, чтобы послужить заработанным, а ради того, чтобы накопление ради накопления. Ну, это тот самый богач, помните? Разбогател, забил себе все закорма, все валютные счета, да, во всякие банки рассовал и сидит и говорит, ешь, душа, пей, все у тебя есть в преизбытке. И тогда Господь ему говорит, безумный ты человек, что ты надеешься на свое богатство, не зная, что сегодня придет Господь и отнимет душу твою, то есть жизнь, и кому достанется все, на что ты надеялся. Поэтому так, поэтому так. Здесь действительно святитель Авросий, медиаланский, говорит по этому поводу следующее, что такое любостяжание, как идолслужение. Он пишет, цитата, «Идолслужение отнимает у Бога положенное ему почтение, приписывает его творению. Имя Бога, принадлежащее только Творцу, присваивается творением. Алчность, потому и приравнивается к идолпоклонству, что схожим образом алчный человек присваивает и утаивает то, что принадлежит Богу». Италий поясняет, смотрите как. Алчность не считается с тем, что Бог дает на общее использование. Алчный все забирает себе, чтобы другие этим не пользовались. Конец цитаты. О чем здесь речь? Ну, мы можем вспомнить Иуду из Кориота, одного из двенадцати апостолов. Что с ним произошло? А он перепутал церковный ящик со своим собственным карманом. Есть одна очень серьезная беда, которая может быть даже уже как распространенное явление. В храмах бывают висят ящики. Написано на миссионерское служение, на катехизаторское служение, на детскую воскресную школу, дом милосердия и прочие вещи. Но есть такая тенденция, и говорю это не потому, что придумал, а сами люди рассказывали, что когда-то впадали в это состояние, но потом решили, что все-таки раз написано на это дело нужно на это дело и направлять. То есть все смешивается. На самом деле человек приходит и хочет пожертвовать именно на это. Получается некий обман, когда это все сваливается в один котел, ну и, к сожалению, бывает такое, что путается церковный карман с личным. Это предостережение очень серьезное здесь апостолу Павлу. Он заставляет задуматься. он говорит, что эти люди не наследуют Царствие Божие, потому что они идол-поклонники. «Никто, да, не обольщает вас пустыми словами, пишет апостол, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления». Видите, то есть можно, оказывается, обольстить пустыми словами, то есть пустотой. я действительно аж такое пустота, снова повторю. Это состояние ада, адсущая пустота. То есть там, где нет Бога, там пустота. Потому что реальность этого мира это только Бог, его тварный мир. А что же дьявол? А дьявол, он просто искажает образ Бога и образ реального мира. Он не может ничего делать сам. у него нет такой способности, как у Бога, творить этот мир из ничего, изменять человека. Конечно, по воле и желанию самого человека. И далее он продолжает, «Итак, не будьте сообщниками их». Видите, предостерегает и нас. Оказывается, можно быть сообщником и тоже не наследовать Царствие Божие. А кто-то, как человек становится сообщником всех этих блудников, нечистых, любостяжателей, которые есть и доуслужения. А сообщником можно стать так, если об этом молчать. Но это, конечно, не значит, что мы должны прямо сразу прибегать на всех, бросаться с кулаками, говорят, «Ох, вы тут любостяжатели» и прочие там блудники. Как сказано, «Облечи мудрого и приобретешь друга, облечи глупого и наживешь себе врага». Поэтому это нужно делать аккуратно, осторожно, зная когда, но не молчать. А если все-таки не можем сказать, то молиться. Молитва, поручить это Богу. Что значит молиться? Некоторые люди, когда им говорят, ну, надо помолиться, они думают, что это от них как будто хотят отмахнуться. Такой же как бы сленг такой. В церкви некоторые думают, что помолиться, ну, иди помолись. Нет, это не так. Молитва — это просьба, обращенная к Богу. А Бог всесильный, всемогущий, и всезнающий, и всеведущий. Когда исправить человека, в какое время его наставить? Поэтому, если не имеем такой мудрости, чтобы сказать скротости и благовением, исправить брата или сестру в этих всех вышеперечисленных, вышеперечисленных, пороках, которые преграждают человеку вхождение в Царствие Божие, то тогда усилим свою молитву. Если не можем усилить свою молитву, объединимся в ней, попросим, съездим в какой-нибудь из монастырей или попросим, знаем людей, кто действительно предстоит пред Богом и молится, а не кривляется. Поэтому вы были некогда тьма, пишет апостол, но теперь свет. Теперь свет в Господе, поступайте, как чадо света. Теперь он уже апостол призывает и говорит, что когда-то были такими, а теперь надо поступать. Если вы так поступали, то не поступайте более, если это было раньше до вашей христианской жизни. Вот как пишет по этому поводу Роним Стридонский. Итак, не будьте сообщниками, вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе, поступайте, как чадо света. Если возможно, пишет он, чтобы тьма обращалась в свет, то не существует природы, которая погибает и не может получить спасение, как полагают некоторые еретики. То есть, о чем здесь говорит блаженный Роним? Он говорит о том, что есть люди, которые думают, ну, этот человек плохой, значит, он так и по жизни будет плохой. То есть, судьба предопределен. Но как праведный суть свет мира, продолжает Роним, так нечестивые назовутся в соответствии с этим мраком. И в самом деле, так как праведный суть свет, то увидят свет в свете. А так как неправедный суть мрак, то они народ, сидящий во тьме и ничего не видящий. Разделение различия их между собой мы видим по плодам, потому что всякий, делающий зло, ненавидит свет и не идет к свету. Конец. Испытывайте, продолжает апостол. Да, потому что плод духа, говорит, состоит во всякой благости, праведности и истины. То есть, он здесь напоминает то, о чем говорил ранее в своих посланиях. Что же? По плодам их узнаете их. Испытывайте, что благоугодно Богу. Вот чем надо заниматься человеку в сегодняшней жизни. Испытывать, что Богу угодно. Зачем? Ну, смотрите, если хотим мы, например, получить от своего работодателя премию, мы, наверное, будем испытывать, что ему угодно. Да. Как лучше выполнить работу, которую нам поручено. Так ведь? Поэтому и здесь мы с вами ищем и совершаем дело нашего спасения. Как сказано, со страхом и трепетником совершайте дело спасения вашего. Поэтому будем искать. А где мы можем найти что угодно Богу? В его книге. В какой книге? В Священном Писании. Она называется Откровение. Это как раз где Бог открывает свою волю. А где еще? В Святом Предании. От кого мы можем узнать, как подражать Богу? Нам уже об этом напомнил в самом начале апостол Павел. «Подражайте мне, как я Христу». То есть у людей, которые... Почему так апостол говорит? И Богу подражайте, и Ему. А потому что у людей научиться легче, то есть воспринять этот образ, который они стяжали. Поэтому у нас в церкви есть святые, которым каждый православный человек призван подражать. «Итак, не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте». Видите, как говорит, не только не участвуйте, помните, он раньше сказал, не участвуйте, а теперь усиливает опять. И говорит, не только не участвуйте, но и обличайте. Вот я ранее сказал, что надо и говорить. Надо и говорить. «Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Все обнаруживаемое делается явным от света, ибо все, делающиеся явным, свет есть». Апостол Павел говорит о том, что они делают тайно, лучше молчать, дабы не соблазнить слуха человеческого. Такие страшные мерзкие грехи. «Посему сказано, встань спящий и воскресни из мертвых, а осветит тебя Христос». Здесь апостол Павел поднимает человека и говорит, «Встань, хватит спать уже в греховном сне и осветит тебя Христос». Заметьте, как он говорит, что от нас нечто необходимо для того, чтобы Христос нас осветил. Что? Стать перед Богом. Без нас Бог нас не спасает. Если мы будем лежать и думать или сидеть, что что-то должно произойти такое само по себе. Нет, этого не произойдет. Почему? А потому, что Бог не нарушает нашу свободу воли. Он не хочет спасать нас без нас, а вернее, даже и не может. И вот это парадокс, что всеведущий, всемогущий Бог и всесильный не может спасти человека без человека. Что значит человека без человека? Без его желания. Смотрите, Бог, Творец неба и земли и всех этих природных законов, огромного космоса, огромной вселенной, неизведанный еще до конца вселенной человеком, и что в недрах земли еще до конца неизведанно, и в морях, и океанах, 4% океан только изучен. И вот этот Бог не хочет нарушать желание человека. Поэтому без желания человека не спасает человека. Как и сказано, встань. То есть необходимо подняться от прежнего сна. Итак, смотрите, поступайте осторожно, предупреждает, никак не разумные, но как мудрые. Никак не разумные, но как мудрые. Блаженный Афиофилак пишет об этом болгарски. Цитата. Опять предостерегает от горечи и гнева, как бы говоря им, вы овцы посреди волков. Многие злобствуют против вас, даже свои домашние. Смотрите, никому не давайте повода к вражде, кроме веры. Пусть никто ни в чем другом вас не обвиняет, но оказывайте почтение и всякое послушание там, где нет вреда для веры. Видите, как? Где нет вреда для нашего вероисповедания, оказывайте почтение и послушание. И будьте как голуби. Ибо в том состоит мудрость и благоразумие, чтобы сохранять себя самых чистыми и никому не мстить. Так и говорит. А осторожно говорит. А почему он так говорит? А потому, что перед этим сказал, что вы дети света. Потом сказал, не участвуйте, а потом сказал, и обличайте. А теперь говорит, осторожно обличайте. О чем вот выше я так и наперед уже немного это объяснил. Дорожа временем, потому что дни лукавы. Очень важные слова. Дорожа временем. Вот синодальный перевод он хорош, но церковно-славянский звучит более другое слово дорожа. Это слово искупающее, искупающее время. Искупующее, искупующее время. Если перевести с древнегреческого, то здесь дословно перевод будет такой «выкупающее время». То есть нам надо как-то время выкупить. Что это значит? Обратимся к древнему потеряку Ауфеофил. Мать Феодора спросила Ауфеофила об одном изречении апостола. Именно что значит «выкупающее время»? И он говорит ей «Наименование указывает прибыток. Именно предстоит тебе время поношения?» спрашивает. «Купи сие время поношения смиренно мудрим и долготерпением и возьми себе сей прибыток. Время бесчестия? Купи это время бесчестия незлобием и обрати сие время в прибыток к себе». «Таким образом все противное если захотим будет нам в прибыток». Конец цитаты. Удивительно. Удивительно какое сколько мудрости и сколько действительно разумения дает прочтение этого стиха. А вернее даже двух слов выкупающие время. То есть как он говорит «Предстоит тебе время поношения купи себе время поношения чем? Смиренно мудрием и долготерпением и возьми себе этот прибыток. Время бесчестия купи себе это время и обратись время в прибыток к себе чем? К смирениям и к родости». Это то, о чем говорил преподобный Серафим Саровский. Помните? «Торгуйте добродетелями». То есть что значит «А как торговать добродетелями?» «Как можно добро продать?» А нужно делать все в свое время. Ты видишь человека нуждающегося? Вот как раз это время. Помню, что преподобный Серафим был из купеческой семьи. И поэтому он знал о том, что такое сезонный товар. Мы же тоже знаем, что такое сезонный товар. Он арбузы сейчас продавали, пока был сезон. А как похолодало, теперь уже никому они не нужны. Даже если цена слишком низкая. Уже их никто не хочет. Все хотят более существенной пищи. И салаты у нас в доме поменялись. Мы уже хотим горячих щей, которые в жару есть. Не заставишь. То есть всему свое время. И поэтому выкупающее время, то есть выкупить время, это значит заметить в этом времени, который Бог нам отвел для добрых дел, как нам лучше сделать доброе дело, чтобы продать это добродетели. Почему так преподобно говорит торгует добродетелями? Срава торговцам торгуют, продают в то время, когда это всем нужно, поэтому нужно искать таких людей, кто нуждается в нашем доброделании. А Ава Феофил говорит о том, что прибыто предстоит тебе время поношения, купи себе время поношения, смирно-мудрым и терпением другую сторону открывает этого смысла. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Проточ, к чему призывает апостол Павел. Познавать, что есть воля Божия, как он говорит в постании к римлянам, благая, угодная и совершенная. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом. Назидая самих себе псалмами и словословиями, песнопениями духовными упоя и воспевая в сердцах вашего Господа. Вот о чем говорит. Говорит о том, что занятие пьянством очень опасно. Пьянство обычно от чего? От безделия. От безделия. Поэтому, говорит, если у вас настало это время, когда вам делать нечего, пойте лучше Богу, воспевайте его, читайте псалтирии, пойте духовное песнопение, идите в храм Божий. Далее говорит о том, что пейте с благодарностью, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа Иисуса Христа. Повинуйтесь друг друга в страхе Божьем. Повинуйтесь друг друга, повинуйтесь друг друга в страхе Божьем. Что значит страхе Божьем? Понимая, что главная заповедь любовь к Богу и любовь к ближнему. Жены дальше переходят на семейный вопрос. Жены, повинайте своим мужьям как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья сначала обращаются к женам, теперь к мужьям. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церкви, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящие свою жену любят самого ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь, потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его. Удивительный образ, который дает здесь апостол Павел любви мужа к своей жене и послушания жене своему мужу. Это образ церкви как главы, это образ Христа как главы церкви, так и муж глава семьи, но подчеркивает апостол, как и Христос возлюбил церковь, так и мужья любить своих жен. А как Христос возлюбил церковь? Он на крест пошел за нее. Как сказано, как мы поем в нашем песнопении утверждение на тебя надеющимся, утверди Господи церковь, южест и жалуйся и святы твою кровью. Вот как, аж до крови, до самозабвения, если хотите, говоря по-человечески. То есть жертвенной любовью, а жены повинуйтесь, так и пишет. Феофилак Болгарский пишет, блаженный следующее, что представить тебе славную церковь, не просто чистую пишет, но славную. И так как Христос источник всех благ для церкви, так и ты будь тем же для своей жены. Слышите? Ой, какие слова красивые. Не просто чистый говорит, но и славный. И как Христос источник всех благ для церкви, так и ты будь тем же для своей жены. И как Он сообщил душевную красоту церкви, так и ты старайся об этом, а не о телесной красоте. Если ты будешь искать душевной красоты в своей жене, то скоро ее создашь в ней, эту красоту, упорядовчивая ее и делая славной по духу и для себя, и для Бога. Во! Вот это да! Скажите, что это некрасиво. Еще раз. Смотрите, как пишет блаженный Феофилакт. Не просто чистый, но и славный. И как Христос источник всех благ для церкви, так и ты будь тем для своей жены. И как Он сообщил душевную красоту церкви, так и ты старайся об этом, а не о телесной красоте. И если ты будешь искать душевную красоте в своей жене, то скоро ее создашь в ней, упорядочивая ее и делая славной по духу и для себя, и для Бога. Вот так. И далее посему оставит человек отца своего, мать и прилепится к жене своей, будут оба одноплоть, тайна сия велика. И говорит еще о том, что жена добоится мужа своего. 33 стих. Так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя, а жена добоится мужа своего. Что значит жена боится своего мужа. Об этом пишет опять же Блаженный Фефилак Болгарский. Смотрите. Страхом, цитата, здесь называется особенное попечение и сдержанность. Страх приличный свободен, а не рабский. Страх приличный свободным, а не рабский. В таком страхе и любовь найдет себе поддержку и сама в свою очередь его поддержит. «И будет жена любить мужа как часть тела главу и бояться его, то есть почитать как главу. Ну а если жена не будет бояться, ты все-таки люби ее и делай свое подобным образом. И жена, если не будет любима, все же пусть питает страх». «И заметь, о том, что муж должен любить свою жену, говорил подробно о страхе же, не распространяется, потому что желает, чтобы первая имела перевес, именно любовь. Да и жена, как сказано, должна бояться страхом, происходящим из любви, не возбуздающим трепета и боязни, из которых проистекает скорее ненависть, но так, чтобы не противоречить, не выставать и не домогаться первенства». Вот о каком страхе идет речь. «Чтобы не противоречить, не выставать и не домогаться первенства». «Ибо хотя одна плоть имеет власть равначинно в этом отношении, но жена есть вторая власть, муж же имеет большее значение». Конец цитаты. Все просто на самом деле. Как мы говорили с вами как-то ранее. Муж глава, жена помощница, а дети послушники. Вот такое наставление в этой главе дает нам сегодня апостол Павел.